The Game Awards Мы тут игру года выбираем, детка! Сейчас для новых зрителей это большая и дорогая церемония награждения, но я ещё с тех барлатых времён, когда на сцену выпускали негров из клеток петь рэп, а не анонсировать новый Mortal Kombat. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки, да, и кстати, я будущий Хакаги. Но в четырнадцатом году всё изменилось. Пришёл старичок Рэджи с большим кошельком Nintendo, и теперь тыга, это наш не скатившийся игровой Оскар. С рекламой Марио, шампуня, и электронных сигарет. А также крупными анонсами. Кто-то сказал анонсы, я в этом сшарю, сейчас как анонсирую Crackdown 3. Фил, успокойся, на тебя люди смотрят. Одним из интересных проектов на шоу стала игра сбежавшего работника Ubisoft под названием Assassin's Creed Primal. Играть за примата довольно примитивный геймплей. Всем привет, и сейчас мы поговорим про ядерные бомбы. Новый Far Cry ничем не отличается от прошлого. Это в буквальном смысле и есть прошлый Far Cry. Но мы добавили чернокожих лесбиянок. Но они же сёстры. А ты сейчас фишку. Ещё какие-то инди-разработчики анонсировали свой не выживастик и не батл рояль. А создатели Journey показали геймплей своей новой игры, где в роли японской школьницы ниндзя можно летать на орле. Кеша, шо за хуйня, я тоже так хочу. Большой фурор произвела новая игра от Obsidian, создатели оригинального Fallout. И это... Fallout 4 в космосе. А в то время пока все радовались переизданию гоночной игры про крэша и наличию сюжета One Zem со злодеем Мегатроном. Пора почистить хвосты. И я мог со спокойствием вздохнуть. Dragonite 4 будет. Лет так через пять, потому что у студии пока что есть только картинка игры. И все эти анонсы на удивление оказались неплохими. Если бы их не слились за неделю. Game Awards, то есть у вас есть деньги нанять Ханса Циммермана и исполнять пиксельные частушки? Но на биту с гвоздями для охранников не хватило? Но не будем все об анонсах, ведь в первую очередь здесь игры награждают. Вот тебе награда за лучший экшен, а тебе Monster Hunter за лучший RPG. А что это за таймер вверху? Дебил, церемония еще не началась. Оу! Бля, это создатель Эйвы Аут. Только не учеди в этом году какой-то пиздец. Окей. Стоп. Лучший эндгоин в смысле лучшее аниме? Увидимся в 360 серии фортнайта. А награду за вклад в игровую индустрию получает Трус, Балбес и Бывалый Именно они придумали продавать нам одинаковые спортивные игры каждый год А в следующем году мы наградим тех, кто придумал лоутбоксы А далее награды будут объявлять Кратос и Сынишка Папа, почему ты черный? Молчать! Ой Лучшим контент-криэйтором становится... Стример-ниндзя? С каких пор стримы это контент? То есть я тут днями видео монтирую, а кто-то просто мороженку наяривает? Справедливо Так, а почему в номинации лучшей семейной игры нет God of War? Вы что, против сильных и независимых отцов-одиночек? Достаточно странная награда за лучшую студенческую игру Никто их игры в глаза не видел, а студенты при этом похожи на маньяков Которые и держат этих самых студентов у себя в подвале Ни для кого не стало секретом, что Red Dead Redemption 2 получит большинство наград При этом на церемонию приехали всего лишь пара человек Ну правильно, не настолько это событие статусное, что в Rockstar приезжали лично Вообще я сюда на фуршат приехал, но за приз спасибо Никогда не думал, что мой прадед-туберкулезник принесет мне столько наград Эй, мужик, не туда, у нас только одна статуэтка На удивление для всех, игрой года стала God of War То чувство, когда все награды получили консольные игры А ты, пекарь, играешь в артефакт с двумя тысячами часов в доте Зато CSGO стала бесплатной Ставь лайк, если жизнь удалась Но не только большие студии были на церемонии Вот, например, милые инди-разработчики, создавшие лучшую инди-игру года И посмотрите, какая у них симпатичная девушка Сразу видно, геймерша Не то, что эти ваши феминистки Ух, блядь, это мужик Не забудьте поделиться этим видео и подписаться на канал Если вам дорога жизнь этой птички Посмотрим, как ты увернешься от этого, агент Кеша НАНИ Субтитры сделал DimaTorzok